На России произошел взрыв на заводе по переработке бензина в Нижнекамске. СМИ оккупантов сообщает, что горело здание комплекса Этилен-600, из-за чего пришлось объявить эвакуацию персонала. Работники завода начали самостоятельно убегать в панике, после того, как раздался мощный взрыв. Говорят, он был таким сильным, что за сотни метров у рабочих с головы срывало каски. После взрыва очевидцы заметили языки пламени, выходящие в том числе из труб комплекса. По предварительной информации, взорвался трубопровод с водородом. Пока что неизвестно, какие разрушения на предприятии после взрыва, однако они могут быть значительными. Взрыв в Нижнекамске произошел на крупном нефтеперерабатывающем заводе Таиф-НК, и теперь частично придется ограничить его работу, а это дополнительные убытки и нарушения сроков производства. В последнее время на России участились пожары и взрывы на крупных предприятиях, что приводит к обрушению экономики РФ изнутри. Это вполне может говорить о действии ополченских отрядов, действующих на территории агрессора. Недовольные действующим режимом, они устраивают диверсии, которые направлены против действий кремлевской хунты, захватившей власть в РФ еще в 2000 году, и которая действует до сих пор. Ведь из-за нее, на России низкие зарплаты и нищенский уровень жизни. Также причиной взрыва может быть недостаток западного оборудования, из-за которого нарушаются технологические процессы. Поставленное китайское, имеет плохое качество, и часто приводит к отказам, а европейское теперь недоступно. В связи с этим подобные происшествия на России будут происходить значительно чаще.